Петерболт. Порода зарегистрирована в России в 1996 году, а потом во всех международных ассоциациях. До сих пор находится в стадии становления. Все современные петерболды – это потомки котят из первых двух пометов, родившихся в 1994 году в Санкт-Петербурге, от папы донского сфинкса и мамы ориентальской кошки. От донских сфинксов петерболды унаследовали доминантные ген лысости и соответствующие типы бесшерстности, а от ориенталов им достались большие миндалевидные глаза и широкостоячие огромные уши. Тело петерболдов тонкое, изящное и мускулистое. В отличие от канадских сфинксов, у них нет большого крупного живота. Пост длинный и гибкий, а длинные пальцы с перепонками позволяют хватать предметы и открывать дверные ручки. Бесшерстность петерболдов, как и донских сфинксов, делится на несколько типов. Первый тип – голые, лысые от рождения, с теплой шелковой кожей. Второй тип – фолк или замша, с кожей, покрытой очень короткими мягкими волосками. Третий тип – велюр, с шерстью длиной от 1 до 5 мм. Четвертый тип – браш, шерсть с волосками-проволочками. И пятый тип – прямая шерсть, вырастает у котят, родившихся без гена безшерстности. Петерболды очень любопытны, умны, игривы и до упомрачения ласковы. Что бы вы ни делали, они всегда будут у вас на коленях или как минимум рядом с вами. Когда вы будете уходить из дома, петерболд проводит вас до дверей, а когда вернетесь, встретит в том же месте. Зато эту кошку можно спокойно брать с собой на прогулки и в поездки и путешествия. Петерболды эгоистичны и требуют, чтобы им постоянно уделяли внимание, играли, гладили, держали на коленях. Подобно ориенталам и сиамским кошкам, петерболды часто бывают очень говорливы и громко мяукают. Петерболдам не нужна расческа, но из-за отсутствия шерсти, впитывающей жирные выделения кожи, они быстро потеют. Полностью лысых кошек нужно купать не реже раза в неделю. Велюровых брашевых можно купать реже. Вопреки слухам, сфинксы не абсолютно гипоаллергенны. Одни люди, страдающие аллергией на кошек, не чувствуют ее в отношении сфинксов, но другие все же испытывают, хотя и в меньшей степени. Эта порода отличается высоким метаболизмом, поэтому нуждается в большом количестве пищи. К счастью, прожорливость петерболдов редко приводит к избыточному весу и ожирению. Все съеденное быстро сжигается организмом в процессе игр и для поддержания температуры тела, которая у них выше, чем у других кошек. Кожа лысых петерболдов подвержена солнечным ожогам, поэтому нельзя позволять им находиться на открытом солнце. Они прекрасно относятся к гостям, к детям и к домашним животным.